Итак, как вы уже знаете, мы собираемся в путешествия, мы поедем в Крым. Тот моё мотоцикл, который я заказал, он мне не приехал. Без отелей, без хостелов и тому подобное. Ты не покупаешь себе в дорогу никаких запчастей, никакого ГСМа. То есть, если он сломается в пути, то у него фаталити, всё. Как к любой гонке, готовлю свой мотоцикл. Кстати, ребят, я удивлён, что подшипник на самом деле живой. Так, ну что, теперь мой подход к поездке. Тихо ты, блядь. Короче, там, смотри, пацаны уже киснут совсем, уже давно не катались, а скоро сезон. Я, короче, сейчас предложу им размяться. Пошли посмотрим. Короче, Саш, вырубай свою кренотину, хорошо смотреть. Вырубай, давай, да. Давай сами покатаемся, короче, пацаны. Так я давно говорил. Сейчас ещё сезон впереди только начинается. Кататься, ну, негде, везде грязно, слякоть. Я говорю, смотря где кататься. И это единственное, куда-то в эндуробоксы выезжать. Только там сейчас можно покататься. Сейчас бы куда, где, блин, где можно, где нормально катнуть можно. Солнце, тепло, горы, Майами. Ой, Крым. В Геленджике я уже был в этом году, пацаны. Так что я предлагаю в Крым. Чё ты насчёт Крыма как? Блин, я в Крыму ещё не катался. Я был в Крыму, но я... Судак, Феодосия, Ай-Петри, ммм. Всё. Запад, Крым. Я согласен. Серёж, всё так просто? Я с вами, куда я? Без вас-то. Погнали. А кто на чём поедет? Давай, давай, давай мы сделаем тоже такую. Нет, нам сейчас не дадут мотики. Нам сейчас не дадут мотики, потому что они все заняты. Не сезон. Можем на своих поехать. Давай на своих. И давайте тоже так же, как осенью сделали челлендж. Ну. Давайте тоже зарубимся. Чё, на перегонки или как? Не-не-не, давай опять, вот как в прошлый раз, делаем кому-то условия там посерьёзнее, кому-то... Короче, знаете, что я сделаю? По деньгам. Давайте вот так. Потому что вот у меня, например, денег столько нету, чтобы прям позволить себе съездить, слетать на самолёте в Крым. Ну, вообще-то не сезон, у меня тоже денег нет. Так что давайте мы, во-первых, уложимся по дешману это всё дело. На своей машине поедем, да? Да. С прицепом. С свой прицепом. На моей машине, вы хотели сказать. Ну, давай на твоей машине, да. А ночи ещё на своей, ни фига себе. Ну, можно на прицепе, можно, да. На твоей можно, в принципе, жить там, я не знаю, в палатках. В машине. Можно в палатке. Если погода хорошая, можно в палатке, спальниках. Ну, короче, давай вот так-то сделаем, чтобы максимально сэкономить денег своих. Без отелей, без хостелов и тому подобное. Да-да-да, еда на костре. Мы, скорее всего, вообще не будем выезжать в город. Мы просто приехали на локацию, бросили тачку, уехали в горы и там тусим. Итак, как вы уже знаете, мы собираемся в путешествия. Мы поедем в Крым. Вот. И перед этой поездкой я хочу обслужить, подготовить свой мотоцикл. Убедиться, чтобы не было сюрпризов. Проверить все узлы и агрегаты. Мотоцикл, на самом деле, участвовал много в каких гонках. Вот здесь, если посмотреть, даже есть вот такой путь сильных. У мотоцикла пробег 77 часов всего лишь, но у двигателя пробег всего лишь 40. Потому что на 30 моточасах я движок поменял, поставил 4-х клапанный. Мотоцикл Rocket GS2, на мой взгляд, это самый лучший мотоцикл в мире. Это мой любимый мотоцикл. И, естественно, я хочу весь Крым проехать на нем. И я в нем уверен, он меня не подведет. Хочу полностью обслужить мотоцикл. Но начну я, естественно, с подшипников. Проверю, чтобы люфтов и подобного не было ни в колесах, ни в прогрессии. Надо будет обслужить воздушный фильтр. Естественно, смазать цепь. Ну и что еще? И проверить проводку. Чтобы ничего нигде не подвело. Чтобы стартер все работало и запускалось. Ну что, запускаем наш процесс. Погнали! Как в любой гонке, готовлю свой мотоцикл. Самое основное, это проверить все узлы на их работоспособность. Значит, первоочередное я проверяю. Карбюратор. Я его мою. Не важно, чистый, грязный. Я всегда его проверяю, мою. Воздушный фильтр. Фильтр-бокс. То же самое. Убираю всю пыль, грязь. Все это промываю, тщательно смазываю, собираю обратно. Что дальше? Обязательно проверю все работу тормозов. Передних, задних. Жидкости проверить. Масло в двигателе, масло в радиаторах. Проверить и всю электрику. Стап, старт, стоп. Поскольку мы едем в путешествие. Установил себе USB. Нужно будет заряжать пауэрбанк, телефон. Ну и вообще, как бы, как-то надо заряжать. Кнопочка старт, стоп. Это замок отрубил, вывел сюда. И здесь фар у меня будет включаться. Все остальное в стоке. Это BSE M2. 177 мотор, одновальный. Графика уже за время эксплуатации пришла мне годность. Я ее оторвал. Сейчас заказано. Едет новая. Но боюсь, что не успею в путешествии ее наклеить. Все на мотоциклах? Ну, может быть, будем возвращаться. Вдруг поломаемся. Ну, короче, там на месте решим. Согласен. Все? Кайф. Значит, мы заезжаем в горы. И через неделю возвращаемся. Ну, посмотрим, как будет ситуация. Вдруг мы там промокнем или сломаемся. Возвращаться к машине придется. А вообще весь Крым проехал на мотоцикле. Ну, давай. Короче, это мы все будем решать уже там на месте. Едем без плана, без цели. Просто раз и все. Приехали и получили кайф. Главное стартануть, а то у нас постоянно одни разговоры и разговоры и сидим тут. Так, окей. Смотрите, что я придумал челлендж. Я придумал челлендж. Ну, давай. Давайте сделаем так. Один из нас едет на полный фарш. Сколько есть денег, все ему. Второй едет там посредничку. Ну, давайте пятак ему дадим на запчасти. А третьему дадим больше сотки. То есть у нас ноль. Ноль. Пятак. Пять тысяч. И там сто тысяч посмотрим. А как с нулем-то ехать? Он же заправлять мотоцикл должен. Я могу. Я готов. Без бензина? Нет. Бензин-то ничего себе. Бензин-то на бензин раскинешь. То есть бензин не считай. Да-да-да. Только-только запчасти. Если он проколет колесо, то у него нет камеры. Я про то и хочу сказать. И мы будем ему там... А, значит, он выбывает из... Ну, если он придумает способ починить мотоцикл... Давайте так, для понимания. У меня вообще-то мотоцикл... Мы так говорим, как будто ему сейчас все это достанется. Если что, я вот сколько на нем катаюсь, я в него копейки не вложил, чтобы что-то сломалось. У меня деньги даже, когда лишние были, я просто думал, чтобы на него докупить. Потому что он не ломается. Поэтому я готов принять на себя эту участь. Не-не-не, давай по-честному. Ну, кому что выпадет, тому что выпадет. Я сейчас вот, сейчас, бумажку, на, подержи. Я сейчас принесу бумажку. О, смотри. Короче, смотрите. Вот я сделал три бумажки. Вот. В одной из них 0 рублей. В одной 5 тысяч. А в третьей безлимит. Вот в этой безлимит. А ты какой? Давай, давай тогда. Я не буду это самое. Давай, выбирай ты. Ну, если бы было ближе ко мне, это было бы слишком легко. Поэтому я не ищу легких путей. Ну, блин, ну, все. Ну, третье у нас, конечно. Давайте, скрывай. 5 тысяч. А это что за? Безлимит! А у меня, по-моему, 21. А у тебя, у тебя, у тебя мотоцикл, который не ломается. У меня... О, так это как раз. У меня безлимит. Слушай, чем ты мне напоминаешь одну программу? Орел и решка, что ли? Как-то так называлось. Ну, у меня почти, у меня не 100 долларов, у меня 50. Короче, я... Ты не покупаешь себе в дорогу никаких запчастей, никакого ГСМа. Вот. И, ну, кроме бензина имеется в виду. То есть масло, тормозухи, все остальное нет. У меня все в порядке. Ну, да. На крайняк там, по-моему, я тебе продам. Я примерно сборку заказал. У меня все нормально. У меня безлимит я тебе продам. Вот, ты, соответственно, можешь, имеешь право набрать на 5000 все, что ты хочешь. Ну, я возьму самые необходимые, там, камеры, ручки, там, все что-то. А я, а я... Я, если что, вкрутил. А ты... Безлимит. Безлимит. Нет, тут на самом деле, пацаны, ну, я, 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 я... Не специально, я... Все нормально. Мы тебе поможем, не переживай, все будет нормально. Как обычно. Погнали готовиться. Let's go. Давай. Да, здравствует Крым, ёбка. Let's go. Ну, и начну я, естественно, с заднего кольца, потому что это самое простое. Откручу, проверю подшипники. Все, что надо, заменю. Что не надо, то промажу. Ну, и при обслуживании своего байка я всегда использую смазку Lover. Доверяю. Хороший производитель. Все устраивает. Кстати, приобрести вы ее можете всегда у нас в Питленде. Либо в Декстере, с 78-й километром кат, либо на МКАДе 27-й. Формула X. Итак, ребята, год назад мне на этот мотоцикл делали премиальную сборку. Интересно вскрыть и посмотреть, что там у нас имеется. Имеется у нас там смазка, хоть и черная, но она имеется. Особенности, кстати, смазки Lover, то, что она водоотталкивающая. Тем самым защищает подшипники от какой-либо нечисти. И воды тоже. Кстати, ребят, я удивлен, что подшипник на самом деле живой. Он у меня многое пережил. И огонь в воду прошел, и гонки в Геленджике, и за зиму 5 гонок. И слава богу, я доволен, что мне его сейчас не нужно выпрессовывать и менять. Я просто его помажу по новой, старую смазку удалю, и все будет бенч. Касаемо мотоцикла, ну что, алюминиевая рама, Су-77-й мотор. Сейчас он, поскольку я катаюсь в гонке, я сюда уже поставил побольше порчневую. Да, поставил сцепление от Брауна. 300? 300. Новая? Уже катанная? Конечно. Вот это серьезно было. Я гонщик-любитель, регулярно выезжаю на все мероприятия. Вот, мотоцикл всегда, за состоянием мотоцикла всегда слежу, обслуживаю его. И он у меня, по сути, был в боевой готовности. Просто сейчас перед выездом плановая проверка. Так, пацаны. А, рокот, рокот. Хороший мотоцикл, но я уверен, что он не доедет. У меня проблема, пацаны. Какая у тебя проблема? Тот мой мотоцикл, который я заказал, он не приехал. Ну и ладно, что тогда, поедем без тебя, мы, Серега. Ну и что, Рушан, от дома посидишь, подпишешь. Бензина, правильно? Местная вероятность сломаться где-то, еще ждать его. Ну да, кстати. А мы, Серега, сколько гонок вместе проехали, и все было... Ждать, тащить его, эвакуировать его. Ну, ты понимаешь, судьба так решила, карты так легли. Друза так, друзья называется. Пошел решать. Я по-любому поеду. Да ладно, куда ты поедешь? Только с нами. Так, ну что, теперь мой подход к поездке. Я выбрал себе полностью настоящий новый мотоцикл. Соответственно, у нового мотоцикла просто ничего не должно сломаться. И я делаю ставку на это. В новом мотоцикле все запчасти новые. Конечно, я его тоже слегка подготовлю. Посмотрю давление в шинах, смажу фильтр, смажу цепь, там посмотрю подшипнички. Но в целом, ничего покупать я не планирую. Только мотоцикл и все. Так, мотоцикл поставляется в металлической коробке. Все стандартно. Конечно же, да, у него снято вилка, снято переднее колесо, снято прогрессия. Но при этом, да, она вся на месте, ее просто нужно скрутить на место. Это руль, подножки, натянуть колесо, цепь. Ну и в принципе все. А, и боковинка пластика. Заодно мы откроем фильтр, посмотрим, что там. Проверим, как чувствует себя по этой прогрессии, пока она откручена заодно. Ну и в принципе все. И самое главное забыл сказать. Что за это мотоцикл? Это мотоцикл Oxo Base 300. На 175-м двигателе воздушного охлаждения, объемом 300 кубических сантиметров, с балансированным валом. И это самый недорогой полноценный эндуро, объемом 300 кубических сантиметров, на рынке, который можно посмотреть. Поэтому, на самом деле, я даже рад, что смогу испытать такой мотоцикл. Я снял сальник колеса, снял защиту подшипника и смажу его пластичной смазкой Labr. Любой уважающий эндурист должен иметь у себя в арсенале такую смазку, потому что она предотвращает попадание пыли и влаги в амортизатор. И тем самым продлевает службу подшипников и защищает вас от сюрпризов в самый неподходящий момент. Этот тюбик у меня уже давно, стоит он примерно 800 рублей и хватило мне его почти на год. Ну, только половина еще израсходована. Так что, а я применяю его во всех узлах. То есть, сейчас это будет колесные подшипники, подшипник рулевой колонки, подшипники прогрессии и везде я все смажу вот именно этой смазкой. Так что, погнали собирать дальше. Ну и что, наш кроссовый мотоцикл BSE M2 превращается в тур эндуро. Хорошо, что производителем доложен металлический багажник, его я установил. Прикрепил канистру с топливом на 10 литров. И самое необходимое для путешествий это спальник, матрас, палатка. Все это дело мы сейчас стягиваем ремешками. Ну и едем в путешествие по Крыму. А остальные едут налегке и спать будут на соломе. Или где-то в овраге. Я в фото костюме буду спать. Поехали. Так, ну что, у меня безлимит. То есть, я могу выбрать все, что я захочу. Но при этом, это эндуро путешествие. Поэтому перегружать себя тоже не стоит. И максимум, что я с собой возьму, это камеру, если я прокалю колесо. И ручку сцепления или тормоза. И то, навряд ли. То есть, я не хочу перегружать мотоцикл. Я хочу проехаться налегке. И на новом мотоцикле это будет реально. У Сани у нас нету никакого бюджета. То есть, он как подготовил свой мотоцикл, на этом самом он и поедет. То есть, если он сломается в пути, то у него фаталити, все. Ему не выделены деньги на запчасти. У Сереги все просто. Скромно, есть небольшой бюджет. И он достаточно опытный человек. Он прекрасно знает, что выбрать себе. И он возьмет только самое необходимое. На что жить, чем питаться и как мы будем ночевать, это мы уже решим в процессе. То есть, все эти бюджеты касаются именно запчастей и подготовки мотоцикла. Так, ну все, ребята. Последний штрих. И подушку установил. Мотоцикл собран. Завтра уже ночь на дворе. Мы сейчас устали очень сильно. Мы пойдем домой. Завтра установлю еще защиту ручек руля. Но это как бы за кадром. Вот, сделаю. И можно выдвигаться. Для вас это будет пару секунд. А для нас это будет послезавтра. Мы решили выезжать с утра пораньше в эти выходные. Леснички. Вы что так с утра пораньше-то приезжали? Ты уже с 4 утра на ногах, да? Короче, мы где-то между Тульской и Липецкой областью. И у нас есть уже небольшая поломочка. Сань, ты что, решил душ принять? Шутся. Ну вот, мы приехали. Горы, Крым, машина, Исанина дача. Тихо ты, блядь. Тихо ты, блядь. Тихо ты, блядь.